МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии Дня Победы участники-инвалиды Великой Отечественной войны до 10 мая могут отправлять неограниченное количество обыкновенных телеграмм из почтовых отделений Республики. Также бесплатно совершать телефонные звонки. Общей продолжительностью разговоров до 70 минут по всей России и направлении стран ближнего зарубежья. Льгота предоставляется по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. А с 1 мая в парке культуры отдыха имени Гагарина будет открыт летний кинотеатр, где каждый желающий сможет посмотреть фильмы о Великой Победе. В это время организаторы акции проводят голосование за предложенные ими фильмы, такие как «Офицеры», «Азори здесь тихие», «Летят журавли» и другие. Всего в списке 9 фильмов. Проголосовать можно на сайте администрации www.adamkumertala.ru Немного о спорте. В городе Казань завершилось первенство России по борьбе на поясах в классическом стиле среди юношей 1998-2000 годов рождения. Кумерталский атлет Азад Искандаров добился успеха, став бронзовым призером в весовой категории до 71 килограмма. Мы продолжаем следить за уровнем воды в реке «Белая». По данным диспетчера администрации, уровень воды в реке возле села Ира составляет 15 сантиметров выше нулевой отметки. Норма весеннего паводка – 285 сантиметров от нуля графика. Далее, что касается происшествий. За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило 31 заявление, из них 5 – криминального характера. В медицинские учреждения обратили 6 жителей нашего города. Также поступило одно заявление о краже. Сотрудниками ГИБДД выявлено 21 факт нарушения правил дорожного движения. Задержано 3 водителя в нетрезвом состоянии. Произошло 6 ДТБ механическими повреждениями. Это наиболее значимые и интересные сообщения, которые поступили сегодня в эфир радиопрограммы «Дежурный по городу». Я Лариса Ковалева с вами прощаюсь. Слушайте Радиоарис и будьте в курсе городских событий. Редактор субтитров А.Семкин